здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема долгоносик знаете в чем проблема вот с этим насекомым оно такое неуязвимое я бы сказала если опрыскивать какими-то препаратами надо бежать с той стороны один с этой стороны другой навстречу друг другу непрерывно все это как бы до брызгая как только отцвела ягода и долгоносик поработал над ней по отгрыз все что можно он уходит угадайте куда как он называется правильно землянично малиновый долгоносик уходит на малину она тоже зацветет скоро и там он уже гуляет от вольного потом он уйдет и да там деток своих откладывать и так далее вот это купчиха она цветет второй год и очень крупными цветами в этом году ну видимо и хватило влаги и подкормок и всего на свете значит у меня в руках аэрозоль этот аэрозоль на основе ромашки перетрум то есть это то что совершенно не вредно попасть в долгоносика надо особой концентрации а концентрация перетрума как раз именно вот в аэрозоле находится та которая убивает тех у кого плотно не плотная даже а не пробиваемая хитиновая оболочка поэтому я выбрала аэрозоль и опрыскивать на таком ярком солнце тоже нельзя это же все на основе спирта понимаете ведь этот порошок надо как-то растворить не просто же так он туда запихан поэтому обработка вот такими препаратами желательно бы или в ранние часы или в вечерние и конечно если нет такого аэрозоля то возьмите ну тот же нашатырный спирт столовая ложка ну две максимум на 10 литров воды и также вечером опрыскивайте но не так прямо попадая вот на ягодку на каждую цветочек нет вот это 30 сантиметров а нашатырный спирт ну оденьте масочку и помните если не дай бог у кого-то эпилепсия даже не пытайтесь развесеть нашатырный спирт присутствие этого человека а этим аппаратом легко работать мы будем обрабатывать не снимая сетку даже ну вот подобному я не буду больше опрыскивать я боюсь что обгорят листья вы все понимаете что ну бороться с вредителем надо до того как он вообще появился поэтому как только ягода вышла из зимы вы ее почистили вы ее привели в порядок ну разведите вы этот нашатырный спирт долгоносик же он что блин ангел что ли он же ведь там еще в земельке прячется где-то там под листиками ну так и избавьтесь от него возьмите и пролейте еще когда холодно этим раствором нашатырного спирта две ложки на 10 литров воды вы каким-то образом убьете большую часть и не только этого поганого жучка все вкус набрал зеленую массу и ваша задача снова развести нашатырный спирт либо таким препаратом либо тем это же есть и порошок еще перетрума который вы можете настоять и сделать как либо суспензию либо просто водные растворы это хорошо помогает очень от вредителей причем нам то никак не вредит поэтому опрыскиваем перед цветением во время цветения уже как бы вот она цветает уже это просто немножко запоздалая как бы реакция она уже обработана она всем обработана в этом году всем чем только можно но не химическими веществами значит и мы ждем урожай больше мы ничего не делаем никаких не хороших не плохих опрыскивания не будет поливка и подкормка зеленой сброшенной травой дачным коктейлем это все пожалуйста это замечательно все значит и вы должны помнить что как только она цветет вы снова обрабатываетесь либо этим либо нашатырным спиртом можете проливать ее потому что и почвы обитающие и яйца отложенные в почве они все погибнут на самом деле ну я на этом закончу мы вернемся к ней еще не один раз всего доброго и до свидания